В качестве базового материала использовались положения единой технологии при техническом обслуживании составов грузовых поездов на ПТО. Накопленного опыта работы в ВЧД Свердловск-Сортировочный. За период с февраля по ноябрь 2010 года сократилось количество событий, связанных с нарушением безопасности движения в 4 раза по сравнению с предыдущим годом. На 30% выросли производственные показатели. Для качественной работы по единой технологии технического обслуживания грузовых поездов бригады осмотрщиков из 6-7 человек возникла необходимость расстановки в парке отправления дополнительных пунктов обогрева и стеллажей для запасных частей. А также обеспечить каждого осмотрщика носимой радиостанцией, сумкой с комплектом шаблонов и инструмента. В данном фильме рассматривается технология осмотра и обработки грузовых поездов в парке отправления бригады осмотрщиков-ремонтников из 7 человек при условной длине поезда 71 единица. Также двух операторов ПТО и двух осмотрщиков по сокращенной пробе тормозов. Каждый осмотрщик-ремонтник производит полный комплекс работ по осмотру и ремонту ходовых частей, автосцепного устройства, автотормозного оборудования, кузова в своих границах обслуживания. Парк разделен на 7 зон обслуживания. На границах зон во всех междупутьях установлены опознавательные знаки. При невозможности их установки равномерное разделение на зоны обслуживания производит оператор ПТО по натурному листу поезда. Бригада осмотрщиков-ремонтников производит техническое обслуживание согласно схемы. После остановки, закрепления состава, дежурный по станции дает согласие на ограждение и предъявляет состав к техническому обслуживанию оператору ПТО. Оградив состав, оператор ПТО предъявляет его к техническому обслуживанию одной из бригад. Осмотрщик-ремонтник в головной части поезда соединяет тормозную магистраль с установкой УЗО-ТРМ и приступает к техническому обслуживанию. Осмотр выполняется в 5 проходов. Осмотр левой стороны по ходу поезда. Нанесение меловой разметки. Осмотр правой стороны. Выполнение ремонта, не связанного с перекрытием концевых кранов. Проход по торможению. Проход по отпуску. Пятый проход – устранение выявленных неисправностей. При первом проходе осмотрщики проходят по левой стороне своей группы. Производят осмотр состояния колесных пар, рессорного подвешивания, тележки, автосцепного оборудования. Соблюдая последовательность контроля по 12 позициям. При обслуживании поезда собственного формирования осмотрщик соединяет рукава. При необходимости производится инструментальный контроль. Первая позиция. Тормозной соединительный рукав с головкой. Хомут. Концевой кран. Крепление тормозной магистрали к концевой балке. Крепление кронштейнов расцепного привода. Фиксация рычага в кронштейне. Состояние цепи расцепного привода. Правильность постановки валика подъемника. Автосцепка. Проверяет разницы по высоте между продольными осями сцепленных автосцепок. Состояние ударной розетки на наличие трещин, изломов, маятниковая подвеска, центрирующий прибор, торцевая стена. У крытых вагонов карнизы крыши, стойки, раскосы, обшивка. У платформ торцевой борт и бортовые запоры. У цистерн состояние деревянных прокладок, положение котла. Вторая позиция. Концевая балка. Хвостовик корпуса автосцепки. Состояние клина тягового хомута и его крепления. Тяговый хомут. Поглощающий аппарат. Передний и задний упоры на износ и изломы. Поддерживающая планка. Ее болтовое крепление. Видимые пружины с внутренней стороны тележки. Шкварневая балка. Надрессорная балка на наличие трещин, особенно в углах сопряжения. На вертикальные трещины, которые не допускаются. Узел. Пятник под пятник. Третья позиция. Буксовый узел. Корпус буксы. Буксовые крышки. Лабиринтное кольцо. Колесные пары на наличие повреждений поверхности катания. Следов схода, возникших в результате распуска с горки. Четвертая позиция. Стены кузова. Стойки. Обшивка. Верхняя и нижняя обвязки. Карниз крыши. Состояние крепления хомутов. Котла цистерны. Концевые опорные части балки. Пружинный комплект. Проверка уровня загрузки вагона по положению фрикционных клиньев. Состояние тормозных колодок. Элементы тормозной рычажной передачи с наличием типовых валиков, шайб, шплинтов. Триангель. Рычаги. Предохранительные устройства. Состояние и крепление подвесок триангеля. Наличие типовых валиков, шайб, шплинтов. Состояние и крепление башмаков, подвесок и наконечников. Пятая позиция. Буксовый узел. Корпус буксы. Буксовые крышки. Лабиринтное кольцо. Поверхности катания колесных пар. Шестая позиция. Шкварневая балка. Надрессорная балка. Узел пятник-подпятник. Шкворень. Видимые пружины. Седьмая позиция. Осмотр крепления и проверка состояния воздухопровода. Предохранительных скоб. Тройник. Положение ручки разобщительного крана. Автоматический регулятор. Горизонтальный рычаг. Распорная тяга. Восьмая позиция. Укрытых вагонов. Боковая стена. Карниз крыши и наличие болтов крепления. Дверной запор. Направляющий дверей. У платформ. Борт. Бортовые запоры. Скобы лесных стоек. У платформ для перевозки большегрузных контейнеров. Фитинговые упоры. Узлы их крепления и шарнирные соединения. У платформ в порожнем состоянии с их обязательным переворачиванием. Вгруженном осмотр их видимой части. У вагонов-хопперов. Боковая стена бункеров. Разгрузочные устройства. У цистерн. Котел. Крепление лестницы. У полу вагонов. Боковая стена. Верхняя и нижняя обвязки. Крышки люков и их запорные механизмы. Контроль на позициях 9-12 производится в обратной последовательности. Буксовый узел. Лабиринтное кольцо. Поверхности катания колесных пар. Стены кузова. Концевые опорные части балки. Пружинный комплект. Проверка уровня загрузки вагона по положению фрикционных клиньев. Элементы тормозной рычажной передачи. Триангель. Рычаги. Предохранительные устройства. Наличие и состояние П-образной планки валика крепления подвески тормозного башмака. Состояние поперечной опорной балки. Отсутствие изгиба. И ее крепление на боковых рамах тележек. Наличие типовых валиков, шайб, шплинтов. Состояние тормозных колодок. Буксовый узел. Лабиринтное кольцо. Поверхности катания колесных пар. Тормозной соединительный рукав с головкой. Концевой кран. Крепление тормозной магистрали к концевой балке. Розетка. Маятниковая подвеска. Центрирующий прибор. Автосцепка. Торцевая стена. Пройдя свою группу, осмотрщики ставят на вагоне номер группы и передают оператору номера сходных вагонов. Оператор отмечает их в надурном листе и контролирует, чтобы не допустить неосмотренных вагонов. Номера сходных вагонов оператор записывает в график исполненной работы смены. При производстве технического обслуживания осмотрщики обязаны нанести следующую разметку на сходных вагонах. Осмотрщик головной группы. Т1. Осмотрщик средней группы. Т2. На обоих сходных вагонах. И так далее. Осмотрщик хвостовой группы. Т7. При втором проходе осмотрщики переходят на правую сторону. Контролируют вторую половину вагона по тем же 12 позициям. Выполняют ремонт, не связанный с перекрытием концевых кранов. Тормозной соединительный рукав с головкой. Хомут. Концевой кран. Крепление кронштейнов расцепного привода. Состояние цепи расцепного привода. Правильность постановки валика-подъемника. Розетка. Маятниковая подвеска. Центрирующий прибор. Концевая балка. Хвостовик корпуса автосцепки. Состояние клина тягового хомута и его крепления. Тяговый хомут. Поглощающий аппарат. Передний и задний упоры. Поддерживающая планка. Видимые пружины с внутренней стороны тележки. Надрессорная балка. Шкварневая балка. Узел. Пятник-подпятник. Буксовый узел. Лабиринтное кольцо. Поверхности катания колесных пар. Стены кузова. Концевые опорные части балки. Пружинный комплект. Элементы тормозной рычажной передачи. Триангель. Рычаги. Предохранительные устройства. Наличие и состояние П-образной планки валика-крепления подвески тормозного башмака. Состояние поперечной опорной балки. Открепление авторежима на кронштейне. Наличие типовых валиков, шайб, шплинтов. Состояние тормозных колодок. Буксовый узел. Лабиринтное кольцо. Поверхности катания колесных пар. Шестая позиция. Шкворневая балка. Надрессорная балка. Узел пятник-подпятник. Шкворень. Видимые пружины. Седьмая позиция. Тормозной цилиндр. Запасной резервуар. Камера воздухораспределителя. Цепочка выпускного клапана. Горизонтальный рычаг. Распорная тяга. Восьмая позиция. Боковая стена. Крышки люков и их запорные механизмы. Буксовый узел. Лабиринтное кольцо. Поверхности катания колесных пар. Концевые опорные части балки. Пружинный комплект. Элементы тормозной рычажной передачи. Триангель. Рычаги. Предохранительные устройства. Наличие типовых валиков, шайб, шплинтов. Состояние и крепление башмаков, подвесок и наконечников. Состояние тормозных колодок. Буксовый узел. Лабиринтное кольцо. Поверхности катания колесных пар. Тормозной соединительный рукав с головкой. Концевой кран. Крепление тормозной магистрали к концевой балке. Автосцепка. Розетка. Маятниковая подвеска. Центрирующий прибор. Детали стояночного тормоза. После восстановления зарядного давления в магистрали, оператор объявляет по парковой связи о проверке на торможение. По истечении двух минут после произведенного торможения, осмотришники-ремонтники делают третий проход по левой стороне. Проверяют действия тормозов у каждого вагона. Убеждаясь в их исправной работе, по выходу штоков тормозных цилиндров, прижатию колодок поверхности катания колес. Одновременно производят подсчет тормозного нажатия своей группы. На вагоны с неисправными тормозами наносят меловую разметку. Получив информацию от каждого осмотрщика, оператор ПТО проводит отпуск. Осмотрщики переходят на правую сторону и проверяют отпуск тормозов у каждого вагона по уходу штока тормозного цилиндра и отходу тормозных колодок от колес. После окончания полной пробы тормозов и получения разрешения от оператора ПТО, осмотрщики-ремонтники приступают к выполнению ремонтных работ по меловым разметкам. После устранения выявленных неисправностей и проведения повторного торможения, осмотрщики докладывают оператору о готовности своей группы вагонов и переходят к техническому обслуживанию другого состава. После прицепки поездного локомотива осмотрщик по сокращенной пробе тормозов производит сокращенное опробование тормозов и заполняет справку формой ВУ-45 по данным, полученным от оператора. При работе на поезде бригады осмотрщиков, выполняющих одинаковую работу на небольшой группе вагонов, увеличился запас времени на проведение ремонтных работ по устранению неисправностей, в основном по автотормозам. При возникновении ситуации, где на вагоне необходимо выполнить большой объем работ, к осмотрщику в помощь приходят осмотрщики соседних групп, повышается качество технического обслуживания, уменьшается количество отказов технических средств. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok